Человек есть ночь, пустое ничто, содержащее все в своей неделимой простоте. Роскошь несчетных представлений и образов, ни один из которых не приходит к нему на ум со всей очевидностью. В фантасмагорических представлениях человека царит мрак. Изредка мелькнет там окровавленная голова, фигура в белом или другое видение бессонной ночи, и снова все погружается во тьму. Человек есть смерть, проживающая человеческую жизнь. Каково? Знаете ли вы, что это строки раннего Гегеля, да-да того унылого философа, 250 лет которого мы отмечаем сегодня, Гегеля, которого Владимир Соловьев назвал единственным настоящим философом или философом по преимуществу, потому что у всех других мысль что-то там отражала в существующих порядках, а у Гегеля философия стала самой сутью вещей и создала мир в процессе такого божественного самопознания. Но как сегодня относиться к наследию Гегеля создателей этих страшных капитальных объемных научных студий, о которые обломали мозги себе многие прошлые интеллектуалы, и в которые, наверное, не рискуют заглядывать ныне живущие поколения, куда там с клиповым мышлением, с ритмом ленты Инстаграм читать такие томики? Помнится, Бертольд Брехт сказал, что наука логики – это ярчайшее произведение мировой юмористической литературы. Речь там идет об образе жизни понятий, этих маленьких и странных существ, которые всегда с собой ссорятся, вечно на ножах, но вечером, как ни в чем не бывало, садятся ужинать за один супружеский стол. Вот так вот с брехтовской проницательной отстраненностью, с юмором можно, как кажется, еще относиться к Гегелю, потому что читать и воспринимать это всерьез довольно странно. Впрочем, сказал слава Жижик, когда нам кажется, что мы не понимаем Гегеля в силу того, что он устарел, может быть, переверните фокус восприятия, устарела или стала она хроничной сама история. И мы, как в назад будущем, по какой-то альтернативной прямой движемся совсем не туда. Это не Гегель изменил нам или стал каким-то непонятным, это мы изменили своему интеллекту, и поэтому в том мире, который мы построили, конечно, таким серьезным книгам, как кажется, места нет. Они издаются смехотворным тиражом и читают их единицы. Итак, если вам не нравится какая-то философская пища для ума, возможно, вы просто не умеете ее хорошо готовить. Возможно, вы просто не владеете рецептурой, не знаете, на какие страницы нужно заглянуть, какие томики взять в руки, и тогда никакой скуки не останется. Для меня на втором-третьем курсе университета, например, огромным опытом познавательным, важным и увлекательным чтением, помимо прочего, было знакомство с эстетикой Гегеля. Это совсем другая книга, помните высказывание Гегеля, «Если моя теория не сходится с фактами, тем хуже для фактов». Но здесь Гегель идет как раз-таки от конкретных вещей, от своего опыта зрителя, слушателя, от того, что он разглядел в искусстве, и его наблюдения необычайно проницательны, и поэтому кантовская эстетика, гегелевская эстетика – это прекрасная линза, которая помогает нам открыть прекрасное, да и безобразное в окружающем нас мире. Ну а все-таки самая главная, наверное, книга Гегеля, которая как никогда актуальна – это «Феноменология духа». Конечно, само слово «дух» какое-то немодное, и его можно смело заносить в словари с маркером «устаревшее», кто сегодня говорит о духовном и душевном. Или подлецы, или медики, которые, впрочем, занимаются скорее душевным нездоровьем, нежели душевным здоровьем. И поэтому это слово с отрицательными коннотациями чаще всего, или слово, которым эквилибрирует идеология. Депутат Милонов уж, наверное, любит слово «духовность». Но мы должны рискнуть и очистить это слово от позднейших наслоений, и вернуть ему гегелевский смысл. Так что, если обойтись без идеологических коннотаций и без примесей мистицизма, это вполне точное проницательное описание опыта современного человека, у которого его мышление, его дух действительно может освобождаться от сомы, от тела, переходить в другое состояние, расшариваться и расширяться, и в идеале становиться настоящим абсолютом. И все же, для того, чтобы настоящий опыт знакомства с гегелем был не пугающим и не отталкивающим, я рекомендую современные интеллектуальные добавки, или такие яркие познавательные фильтры. Главный из них вот в этой книге – «Введение в чтение гегеля Александра Кожева» или Кожева, потому что он жил во Франции. В 1933-1939 годах он считал курс лекций по феноменологии духа. Фактически это просто комментированный перевод знаменитого гегелевского произведения. Заглянув уже на первые страницы, во «Введение введения», оторваться от книги невозможно, потому что она необычайно актуальна. Почему человек – это прежде всего порождение его желания, причем не всякого желания, если желание нацелено на животный объект, человека есть животное. Только когда наши желания нацелены на самое себя, или точнее на желание другого, на желание быть желанным, желание быть признанным другим, тогда оно приобретает человеческую форму. Что, например, такое деньги? Бумага и металл. Если бы этого было в достатке, сколько бы этот металл стоил? И поэтому только то, что эти вещи в дефиците, и на всех не хватает ни красивых женщин, ни драгоценных камней, и порождает борьбу и сутолок у желаний, желание превзойти другое желание. И в этой борьбе желаний один задается, другой побеждает. Один становится господином, другой рабом. Самая захватывающая глава феноменологии духа – это, конечно, диалектика рабства и господства, которая сегодня в трижды актуальнее, чем во времена Гегеля. Ладно, когда-то раба было очень просто отличить. Он носил ошейник, а теперь, ну, пожалуй, электронный поводок. А теперь раб отоваривается вместе со своим хозяином в том же магазине, ездит на те же курорты. Но изменился ли его интеллектуальный и человеческий статус? В действительности ли он добился свободы вместе с комфортом? Или, как уверяют многие современные писатели и художники, наше общество потребления – это лишь закамуфлированное рабство? Так что, если вам интересно знать о том, в каком мире мы в действительности живем, и о том, почему даже в нашем собственном сознании нас ожидают ловушки и сюрпризы, читайте Гегеля, или пока что Гегеля в переводе и комментарии Кожева. Это ключик ко многим секретным замкам. Вопрос только в том, хватит ли у нас времени и желания, чтобы их отомкнуть.